В 2016 году киберспорт стал новым видом спорта в России. Наша страна стала первой, кто официально признал, что компьютерная игра – это не просто развлечение. Соревнования проходят индивидуально и в команде, транслируются в прямом эфире, собирая не просто многотысячную, а многомиллионную аудиторию. В октябре впервые в Подмосковье состоялся фестиваль по киберспорту. Площадкой был выбран волейбольно-спортивный комплекс «Воденцова». Именно сюда приехали более 350 спортсменов со всей Московской области. Подмосковный фестиваль киберспорта объединил несколько направлений. Ключевым стал финал чемпионата по игре «Дота-2», куда вышли две команды – из «Воденцова» и «Пушкина». Перед этим киберспортсмены прошли отборочные турниры и стали лучшими из 32 команд. Поддержать геймеров на старте в «Воденцово» приехал министр спорта Московской области Роман Терюшков. У нас такой масштабный фестиваль впервые проходит. И, конечно, приятно, что он собирает большое количество людей. В таком формате я имею в виду, что здесь он проводится, организуется профессиональной спортивной федерацией, федерацией киберспорта. Здесь разные дисциплины. ФИФА 2019 и ДОТ и различные другие танцевальные дисциплины представлены. Ребята соревнуются за главный приз, даже и денежный приз – 100 тысяч рублей победителю. И, конечно, атмосфера отличается от спортивных традиционных мероприятий, но все равно то, что царит здесь, не передать. Надо приезжать, смотреть своими глазами. Перед началом соревнований киберспортсменам необходимо размяться. На языке геймеров это означает раскликаться, проверить клавиатуру, мышку, наушники. Удобное кресло обеспечит комфорт, а значит, игрок не будет уставать и сконцентрируется только на виртуальной битве. А что представляет из себя игровое место киберспортсмена? Ну, смотрите, самое главное – это девайсы, так сказать. Это наушники, это наши мячи и щиты, наушники, клавиатура, мышь, ну, понятное дело, компьютер сам с монитором. И очень важная вещь – это кресло. Потому что много времени проводишь кресло, и нужно не уставать, чтобы у тебя спина не болела и так далее. А вы как-то тестируете перед началом соревнований свое место, проверяете все? Да, мы проверяем. Во-первых, каждый привык на свою яркость, например, играть. У кого-то там должны, ну, многие спортсмены приносят с собой свои мышки, там, к которой они привыкли уже, свои клавиатуры. Кому-то это не принципиально. Вот. А так, в принципе, это называется раскликаться, то есть это немножко зайти там, не знаю, как это сказать, настроить пальцы, реакцию, то есть вспомнить, что это как делать надо. Да. Ну, также я могу сказать, что когда ты играешь особенно в соревновательной какой-то части, то человек, который вот думает, спортсмен, не спортсмен, человек испытывает такое напряжение и концентрацию, который испытывает напряжение такое, как водитель болида с Формулы-1. Известно, что история киберспорта началась с игры Doom 2, в которую можно было сражаться по локальной сети. Первая лига киберспортсменов появилась в Соединенных Штатах Америки. Произошло это в 1997 году благодаря игре Quake. Самые популярные битвы происходят в Counter-Strike Global Offensive, Dota 2, World of Tanks. Различают несколько киберспортивных дисциплин, шутеры от первого лица, авто, авиа и спортивные симуляторы, игры, стратегии. Размер призового фонда чемпионата по компьютерному спорту может достигать нескольких миллионов долларов. Так, в 2017 году, по официальным данным, на подобных состязаниях разыграли около 25 миллионов. Финалисты подмосковного чемпионата по игре Dota 2 соревновались в формате 5 на 5. У каждого геймера свой персонаж, обладающий различными способностями и специфической внешностью. Чтобы победить, необходимо уничтожить крепость, которая принадлежит противнику, а также защитить свою. Интересно, что крепости находятся в противоположных углах карты, а игроки располагаются на соединяющих эти крепости. Линиях вражеских героев также атакуют управляемые компьютером существа, крипы, а также башни. За передвижением противника мешает наблюдать туман войны. Игроков, предпочитающих Dota 2, называют дотерами. А сами киберспортсмены сравнивают игру с шахматами, где герои – шахматные фигуры, от расстановки которых во многом зависит победа. С заходом виртуальных битв на подмосковном чемпионате по Dota 2 можно было следить на большом экране, а также по сети. Трансляцию смогли увидеть более 50 тысяч человек. У нас 6 человек, включая одного запасного, играть мы будем в Dota 2, понятное дело, как я называю ее, киберспортивные шахматы, которые играют 5 на 5. Там есть три линии, по которым идут одинаковые линии, то есть карта разделена на две части, зеркальные. Идут по трем сторонам, идут монстры, грубо говоря. С помощью них ты можешь получать опыт, деньги и плюс убивать врагов надо как раз таки. То есть ты получаешь, добиться успеха можно разными стратегиями. То есть в каждой определенной игре нельзя сказать, что есть какая-то одна похожая игра на другую. Никогда не будет двух похожих игр. То есть там развиваются события всегда по-разному. Поэтому, в принципе, предсказать вообще почти ничего нереально бывает. Опять же, там очень много персонажей, поэтому предугадать, что будет брать противник, если ты с ним раньше не встречался, практически невозможно. Капитан Одинцовской команды Юрий Шпилинов играет больше 10 лет. Таким составом геймеры одержали победу в районном турнире по киберспорту. Команду собирал я. Она, получается, собралась из двух команд. Мы вместе встретились на первом Одинцовском турнире. В итоге из двух команд мы сделали одну. Потом какие-то люди там отпадали, как это всегда бывает, какие-то приходили. Ну и в итоге сейчас мы имеем то, что имеем. Вот такой состав. Команда, с которой вы сражаетесь? ТПБ, насколько я знаю, называется «Технопарк Пушкина». Они получили свое название, когда выиграли турнир этот как раз от этой организации. Ну там я, насколько я знаю, несколько профессиональных киберспортсменов. Как минимум один. Ну, не знаю, мне непонятно, что он здесь делает, но, в общем, как-то так. То есть киберспортсмены какие-то должны быть? Не знаю, я считаю, что этот турнир как бы больше для развития, для того, чтобы непрофессионалы, полупрофессионалы могли как бы развиваться как-то, что-то в этом плане. Ну, а как бы что делать здесь профессиональные киберспортсмены, ну, мне непонятно. У нас нет киберспортсмена? У нас нет. У нас максимум полупрофессионал. А возраст какой у вас? У нас возраст вообще очень варьируется. От 16 лет до 30. То есть мне 30 лет. Самому младшему у нас 16 лет. Опыт у вас игровой какой в среднем? В среднем? Ну, более пяти лет у всех. Я вообще начинал с первой доты еще играть. Еще одна интересная локация фестиваля по киберспорту – турнир по игре FIFA 19. Ее презентация состоялась в сентябре. Разработчики впервые за всю историю FIFA, а в линейке 26 игр, включая последнюю версию, добавили чемпионат Китая по футболу. При этом исключили российский чемпионат. В FIFA 19 представлены 49 национальных сборных команд. Призовой фонд турнира в Одинцово составил 100 тысяч рублей. Я играл за себя. Конкретнее я играл за футбольный клуб Манчестер Юнайтед. Два поражения. Играл с двумя достойными соперниками. Ну, я думаю, у нюансов тут добавили больше ударов через себя. Также легче, сложнее стало обороняться. И забивать, думаю, тоже сложнее. А каковы условия участия в этом турнире? Нужно было просто зарегистрироваться в интернете и все. Любое место можно превратить в танцпол. Достаточно обзавестись игрой «Джаст Дэнс». Виртуальные танцы – тоже разновидность гейминга. Задача – повторять движения. Это как караоке, только танцевальное. А в этом бункере идут виртуальные бои «Танковая армата» – проект центрального аппарата ДОСААФ России. Команда Ассоциации патриотических клубов в ее составе – 10 киберспортсменов из Рязани, которые сражаются с гостями фестиваля. По мнению экспертов, виртуальные возможности «Арматы» позволяют продемонстрировать военную мощь танковой техники. Здесь происходит интерактивное общение детей, представление возможностей ДОСАФ России по инновационному направлению нашей работы, по киберспорту. Мы убеждены, что сейчас кибервозможности, они очень хороши для нас, для военно-патриотического воспитания, для воспитания молодежи. Поскольку дети социализированы сейчас в киберпространстве, в киберсреде, и для того, чтобы показать возможности наши, очень интересные, очень большие, те возможности, которые есть у нас в живой жизни, их можно продемонстрировать в киберпространстве и таким образом завлечь молодежь и ребят. И действительно, то, что мы сейчас видим, оно подтверждается. В общем, наш проект очень актуален. Было очень большое количество здесь детей, молодежи. Мы представили свой проект вот в таком формате милитари, что, в общем-то, тоже сыграло свою роль. И вот такой вот, как бы, наш бункер детей привлекает. Мы это видим и слышим комментарии детей и родителей, учителей. В мире существует несколько федераций и ассоциаций по киберспорту, в задачи которых входит не только его продвижение, но и защита интересов игроков, разработка новых рекомендаций, игровых стратегий, сотрудничество с лигами и турнирами. Скептики утверждают, что киберспорт – это еще и неплохой бизнес. В 2017 году денежный оборот киберспортивного рынка достиг суммы в 747 миллионов долларов. В 2018, по прогнозам экспертов, она должна перевалить за миллиард. Киберспорт – влечение массовое, без скидки на возраст и опыт. Здесь, я говорил со спортсменами, они тренируются по 10, по 12 часов. Понятно, что, наверное, это не та тренировка, которая привычна для нас по плаванию, и тяжелой атлетики, и легкой атлетики, но спортсмены морально истощаются. И здесь, конечно, если говорить о каких-то подвижных видах спорта, как только я попробовал побоксировать с двумя джойстиками в руках, это еще и энергозатраты от двигательной активности. По итогам областного турнира команда из Пушкина заняла первое место. В качестве награды киберспортсмены получили договор о трудоустройстве в Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области.